Доктор Дядя Миша Литературное чтение Первопечатник Иван Федоров Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я врач, а пенсии А это Алтай, моя овчарка Скоро к нам придут гости Вера и Фома Вера – третий классница Фома – ее старший брат С ними не заскучаешь То с уроками разбираемся То о жизни говорим Иду! Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Здорово, дружище! Здравствуйте, дядя Миша! Привет, Алтай! Проходите, располагайтесь Я сейчас Мне тут надо достать Вот Разбирайте чашки Спасибо, дядя Миша Чем это она так увлечена? Это у нее электронная книга, что ли? Ага, папа подарил Она с ней теперь не расстается Ах, вон она что Эх, все-таки она не сдержалась Открыла рот И полетела в болото Ну и ну Хорошо еще, что не разбилась О чем речь, Вера? О лягушке-путешественнице А, ты говоришь о сказке Всеволода Гаршина? Да Ну вот, дочитала Фома, давай вечером мультик посмотрим? Давай Будете сравнивать книгу и мультфильм? Ага Это Фома мне посоветовал Действительно? Я тоже всегда любил сначала представить героев самостоятельно А потом уже посмотреть, как их представляет кто-то другой Когда читаешь, то в воображении будто возникает собственное кино Ага Согласен А с таким инструментом, как у Веры Вся литература под рукой Успевай читать только Что? Прямо вся-вся литература? Ну, скажем так Значительная ее часть Что касается произведений школьной программы Их можно найти в интернете вообще без труда Да И это, безусловно, новый этап в развитии просвещения Литература стала доступна А в моей-то молодости люди книги покупали Или в библиотеку за ними ходили Да Вы и сами вон какую библиотеку собрали Занимает целую комнату И стоит, наверное, целое состояние Ну, Фома, скажешь тоже Откуда состояние у простого хирурга? Хотя, ты прав в том, что издать книгу большой труд Ага И станки нужны, и бумага, и краска типографская Дядя Миша, а можно посмотреть, как печатают книги? Ты хочешь отправиться в типографию? Да И я хочу Алтай Он готов Мы тоже Гляди, вот печатный станок Какой здесь запах Так пахнет типографская краска Вон рабочий заливает ее в станок Прямо из ведерка Станок печатает на огромных листах Таких листов здесь целые стопки Одну стопку рабочий погрузил на тележку и повез Идемте за ним Он кладет листы на другой станок Но здесь их режут О, получаются страницы Страницы складывают такими тетрадками Тетрадки передают вон той тете Она проверяет, все ли на месте и нет ли лишних листов Потом тетрадки складывают стопочками Одна к другой Это и будут книги? Верно Глядите, их опять куда-то повезли Идем следом Этот станок сшивает тетрадки вместе Книжные блоки Он похож на швейную машинку? Да, точно О, книга почти готова Теперь посмотри туда Вот это да! Станок соединяет книжные блоки с обложками Красота! Готовую продукцию упаковывают и складывают на стеллажи Ничего себе! Стеллажи до потолка! Все полки заставлены новыми книгами Тираж в тысячу экземпляров Современное издательство изготовит в считанные дни Вот это скорость! И не мудрено! Зайди в книжный магазин Видела, сколько в нем книг? На любой вкус и интерес Да А во времена Ивана Федорова ведь не так было, правда? Тогда, наверное, одну книгу долго печатали А, ты помнишь нашу беседу про Ивана Федорова? Конечно! Такое не забудешь! А еще вчера на уроке мы говорили о первых книгопечатниках Иван Федоров им и был и жил в шестнадцатом веке Да В те времена каждую буковку сначала вырезали из дерева А потом набирали из этих буковок текст на доске А потом печатали? Погоди! Сначала штампы надо было тщательно прижать и закрепить Чтобы отпечатки не размазывались Потом покрыть их краской И только потом отпечатать И так с каждой страницей Крупотливая работа! Да! На печать тысячи экземпляров требовался год Потому и не было тогда таких книжных магазинов, как у нас Ты прав, Фома! Во времена Ивана Федорова книги были редки и дороги Их печатали для богослужений и распространяли по церквям и монастырям В школе нам сказали, что первая книга вышла в 1564 году И называлась она «Апостол» Верно А почему такое название? Там что, про апостолов было написано? Именно так В этой книге были собраны рассказы о деяниях святых апостолов и их послания Она считается шедевром первопечатного искусства Шедевром? А почему? В ней не было ни одной опечатки И оформлена она была очень искусно Ни один книгопечатник 16 века не смог этого повторить Наверное, Иван Федоров очень старался Верно И не только он, но и все, кто принимал участие в создании апостола А кто принимал в этом участие? Тексты готовили к печати митрополит Макарий и сам царь Иван Грозный Это не тот ли самый митрополит Макарий, о котором мы раньше с вами беседовали? Как раз тот самый Вот здорово! А в вопросах оформления книги и в технических деталях Ивану Федорову помогал его соратник Петр Мстиславец А какие у них были вопросы? Давайте посмотрим Алтай, перемести-ка нас в 1563 год Комната похожа на рабочий кабинет За столом сидят двое мужчин Они разглядывают какие-то книги Это Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец На столе перед ними лежат книги, отпечатанные за границей Видишь, Иван, в этих польских изданиях шрифты различаются размером Здесь буквы крупнее, а тут мельче Если мы выберем мелкий шрифт, на странице уместится 25 строк Это то, что надо Страница будет хорошо смотреться Вот взгляни-ка, Иван, на литеру О в этом издании Вот тут она одним способом начертана, а тут другим Верно А здесь третьим И другие литеры тоже разнятся Это же усложняет чтение Согласен с тобой, Петр Давай-ка в нашем апостоле сделаем буквы единообразными А как мы украсим нашу книгу? А что, если нам разместить на отвороте гравюру с изображением Евангелиста Луки? Кому как ни Луке быть на первой странице? Ведь это он описал деяния святых апостолов В начале каждой главы мы поместим заставки с лиственным орнаментом Как в этой Библии Взгляни Да, тонкая работа А давай мы прорисуем узоры еще тщательнее Почему нет? Пусть глаз радуется А как ты думаешь, Иван А не захотят ли читатели узнать историю создания нашего апостола? Хм, верная мысль, Петр Давай разместим в конце послесловие А вот именно Поведаем о том, что богослужебные книги были потребны для церквей на новых русских землях И посему царь Иван Грозный издал указ создать типографию А митрополит Макарий благословил нас с тобою на это великое дело Ну и ну С какой же любовью мастера говорят о своей книге? Вот-вот У них только и забот, что о читателях Чтобы темы читать легко было и смотреть приятно Это точно Каждую буковку обсуждают И каждый цветочек Теперь понятно, почему вышел шедевр Да, не напрасно они так старались Это точно Первое издание апостола вошло в историю мирового книгопечатания А каким был тираж первого апостола? По тем временам внушительный Около двух тысяч А дошли до нас книги из того издания? Сохранилось около шестидесяти книг Они хранятся в музеях и библиотеках Значит, древний апостол можно увидеть своими глазами? Можно Например, один экземпляр хранится в музее Коломенское в Москве Вот здорово! Когда поедем в Москву, Вера, попросим родителей туда зайти Да Только когда это будет? Не забывайте, что мы живем в двадцать первом веке И у нас есть интернет Первый апостол есть в интернете? Конечно В ПДФ формате, то есть фотокопия А как его найти? Набираешь в поисковой строке Апостол Ивана Федорова скачать Находишь нужную ссылку И получаешь электронную копию древнего шедевра на свое устройство Ух ты! Вот это да! Фома, скачаешь мне сегодня? Конечно, Вера, ты еще спрашиваешь Ура! Дядя Миша, а если первые книги раздавались по храмам Значит, обычные люди их не видели? При храмах были библиотеки и школы Там детей учили грамоте? Именно А Иван Федоров даже выпустил специальную книгу для таких школ Азбуку Ух ты! И азбуку Ивана Федорова тоже можно скачать? Конечно Вот здорово! А сейчас мы можем вместе посмотреть ее на чудесной доске Всего в этой книге 80 страниц Перед вами первая Это алфавит Кирилла и Мефодия? Верно Какие причудливые буквы! И как их много! Здесь 45 букв Не все дошли до нашего времени На следующей странице алфавит расположен в обратном порядке Это называлось в пятослове А здесь буквы стоят в разнобой Такие упражнения должны были помочь учащимся твердо усвоить каждую букву А это ведь слоги, верно? Ты права А здесь о чем? Какие-то списки и столбики? Этот раздел посвящен грамматике Из него мы узнаем об изменении всех частей речи Об ударениях и принятых в то время сокращениях В следующем разделе уже напечатаны настоящие тексты Они помогают закрепить навыки чтения и письма А о чем здесь написано? Здесь помещены молитвы и наставления Вот это отрывок из притчи библейского царя Соломона А здесь фрагменты посланий апостола Павла Соломон это ведь сын царя Давида, верно? Про которого вы нам раньше рассказывали Точно Это советы детям? И детям, и родителям, и учителям А о чем там сказано? Давайте послушаем самого Ивана Федорова Это значит, что в детях надо воспитывать благоразумие и смирение А еще учить их прощать Вы правы А сохранилась ли первая азбука? До наших дней дошел единственный экземпляр Он находится в Гарвардском университете в Америке Ммм, только один, и так далеко Да, но после азбуки Ивана Федорова стали появляться и другие Самые известные это азбука Льва Толстого и азбука в картинках Александра Бенуа Льва Толстого я знаю, это писатель Да А Александр Бенуа? Это художник, жил в конце 19-го, начале 20-го века К тому времени книги уже вовсю печатали, ведь так? Ты прав, станки стали более совершенными, а книги не такими дорогими Люди могли приобретать их для себя Наверное, грамотных людей становилось больше и больше Это верно, знания пошли в народ И многие мальчики и девочки научились читать Да, без печатного станка наша жизнь была бы другой Именно, изобретение книгопечатания входит в десятку главных достижений человечества Появление печатных книг так же значимо, как и появление интернета Ну, пожалуй Спасибо вам за беседу, Михаил Гаврилович Спасибо, дядя Миша И тебе спасибо, милый Алтаешка Ну, рад, что вам понравилось Тема и правда была важная и интересная Вера, не забудь свою книгу Ой, спасибо Она здесь, на диване До свидания, Михаил Гаврилович Пока, Алтай До свидания Всего вам доброго Неси Алтай, ошейник свой чудесный Вновь доктор дядя Миша ждет гостей Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом друзьям не тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой и Фомой Субтитры создавал DimaTorzok